Друзья, всем привет! В этом видео я расскажу о том, как я установил смеситель гигиенического душа прямо в бачок от инсталляции. Ну а как и для чего я это сделал, смотрите продолжение данного видео. Поехали! Все больше заказчиков просят меня установить смеситель гигиенического душа в их санузлах. Но порой бывают такие санузлы, что места для установки гигиенического душа очень мало. И это очень усложная ситуация, но иногда приводит к такому, что просто приходится отказаться от этой идеи. И в данном случае, на данном объекте со мной произошла практически такая же ситуация. Места для установки смесителя очень мало, и перебирая все возможные варианты смесителей для гигиенического душа, отметая каждый следующий, уже практически мы отказались от этой идеи. Но ребята из магазина Мегасант, который находится в Набирных Челнах, подсказали мне отличную идею, как можно выйти из такого положения. В общем, поразмыслив, прикинув все возможные варианты, все шансы, как это можно было воплотить идею в жизнь, я решился на данный эксперимент. И в общем, в этом видео я вам покажу, как это все будет происходить. Ну а кому интересно, что такое магазин Мегасанты, где он находится, заходите на их сайт, ссылка будет в описании под этим видео. В общем, в этом видео, как вы поняли, я буду устанавливать смеситель гигиенического душа прямо в бачок от инсталляции. Буду я устанавливать такой вот гигиенический душ. Ну для этого душа нужна вода уже подготовленная. Смеситель, он выполняет роль крана. Ну то есть вот таким вот образом у нас включенный, а вот таким вот образом он у нас закрыт. И когда вы будете ставить уже лейку, он будет автоматически перекрывать. В этом положении, потому что вы лейку никак не сможете зафиксировать, и вам придется его по-любому закрыть и установить сюда лейку. Но для такого, повторяю, смесителя нужен на уже вода подготовленная. И для этого я буду использовать вот такой вот смеситель. Ну так как для этого смесителя тоже нужно место, и желательно место, в которое будет доступ, потому что вот эти все соединения у нас будут разборные. Ну и для контроля нужно иметь такое вот место. Это можно установить смеситель в шахту, но в случае, как у меня сейчас шахта у меня отсутствует, и поэтому я не нашел никакого другого варианта, как установить данный смеситель в инсталляцию. Этот смеситель я буду устанавливать в инсталляцию фирмы Гибрид. Он у меня будет стоять за кнопкой, ну где-то вон там внутри. Я рассчитал, нашел самое оптимальное место, там где он как раз удобно влазит, и в случае необходимости вот эти все гайки можно будет подтянуть ключом. Ну и также отрегулировать воду тепленькую, либо холодненькую. Ну вот, вот эту регулировку можно будет легко сделать в инсталляции. Снимать кнопку это не проблема, при необходимости можно это сделать, и регулировать не нужно будет постоянно. Один раз задали температуру, которая необходима, и уже потом пользуйтесь ее с помощью этого смесителя. То есть уже на этот смеситель подается подготовленная вода через вот этот вот термосмеситель. Так, ну что ж, для того, чтобы установить этот термосмеситель в инсталляцию, я для начала уберу все его внутренности. Как видим, это происходит довольно просто, это все спокойно снимается, то есть переживаю за то, что у вас что-то не получится, не стоит. И теперь этот смеситель у нас аккуратненько помещается внутри данной инсталляции. Ну, естественно, нужно будет дополнительное отверстие просверлить в пластмассовом корпусе. Кто-то может со мной не согласиться и будет переживать за то, что с этих отверстий может вода протечь. Я думаю, это лишнее опасение, потому что уровень воды у нас находится где-то вот на этом уровне. Ну, на уровне как раз вот этого запорной арматуры. То есть выше этого уровня она по-любому не сможет протечь, так как здесь у нас есть вот такой вот перелив. Ну, получается, все отверстия мы должны сделать выше, чем вот этот перелив. Ну, на случай того, если вдруг клапан у нас не сработает. Так, и еще плюс того, что вот этот усмеситель мы установим внутри бачка, это в том, что если какие-то соединения у нас будут протекать, вода у нас будет стекать через унитаз в канализацию. И вы заметите, что здесь что-то не так, потому что на унитазе образуются такие вот струйки воды, которые не должны быть в случае, если унитаз функционирует правильно. Так, ну что ж, сейчас я приступаю к монтажу данного смесителя в унитаз. Ну, а вы дальше смотрите, как это будет выглядеть, и я вам потом подробно все опишу и расскажу, как это все произошло. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, друзья, вот, в общем, закончил творить невозможное. Установил смеситель для гигиенического душа прямо в инсталляцию. Напоминаю еще раз, это смеситель, то есть регулировочный, мы просто задаем температуру, которая нам нужна будет, и все, мы забываем о нем навсегда. Он у нас будет стоять до тех пор, пока нам не понадобится отрегулировать еще немножко температуру в плюсовую, либо в минусовую сторону. То есть, а вся остальная работа будет производиться уже вот на этом смесителе, который будет у нас установлен на стене, и куда будет у нас вешаться лейка. Лейка будет вот сюда вот ставиться. Открывается, закрывается он вот таким вот образом. Ну, в общем, как это будет работать, как это будет установлено, я вам покажу в другом видео. Ну, а это видео было рассчитано на то, чтобы показать, что невозможное возможно, и я вот каким вот волшебным, можно сказать, образом засунул в инсталляцию то, что тут никогда не могло находиться. И место есть, и работать с ним спокойно можно, и весь функционал в инсталляции не нарушился. Все работает, как работал, и плюс еще добавок здесь появился вот такой вот смеситель. Но это я еще раз говорю о том, что если вот нет возможности установить этот смеситель в шахте, то есть вот такая вот возможность установить его в инсталляции. Но каждая инсталляция, конечно, отдельно, то есть там нужен отдельный подход, они отличаются друг от друга, поэтому я не говорю, что именно вот так вот это можно было сделать. На другой инсталляции, возможно, можно это сделать как-то иначе. Но вот у меня в этой инсталляции гибрид, и вот сюда вот, в общем, встал этот смеситель, вот так вот. Так, ну что ж, я его потом установлю на свое место, то есть эту инсталляцию установлю, подключу. Ну, уже в следующем видео, в другом видео, что касается гигиенического душа, вот этого вот самого экономичного, самого маленького, самого дешевого, я вам покажу в следующем видео. Ну, на этом пока, я думаю, стоит закончить. Кстати, он можно использовать не только для гигиенического душа, а для всей системы водоснабжения. Если вам, допустим, везде постановить краны и установить только одну температуру, то можно вот такой смеситель поставить. Так, и еще сразу хочу сказать скептикам, тем, кто переживает, там, или его напрягает, то, что вот эти все соединения не в доступе, говорю сразу, что это, как вы видели, я все спокойно соединение затянул ключами. То есть, это все можно будет сделать спокойно, без лишних напрягов. И вот эта вся система, которая находится в этой инсталляции, она тоже спокойно достается и также спокойно монтируется обратно. Так что, скептики, отдыхайте. И пессимисты тоже. Ладно, у меня все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на канале Перестройка 116. Всем пока-пока. Следите за развитием, следите за новыми видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забываем включить колокольчик, для того, чтобы не пропустить выходы новых видео. Ну, а пока у меня все. Всем пока.